Адвокат рассказал, как Алане Мамаевой получить побольше денег при разделе имущества с бывшим мужем. Модель считает, что ей должны достаться. Бентли Континентал GT – 16,6 миллиона рублей. Лендровер Рейнджровер – 6,1 миллиона рублей. И половина от стоимости. Машин Мерседес Бенц С-класс и Лексус ЛХ570 – 7 миллионов рублей каждая. Квартира на Цветном бульваре за 111,4 миллиона рублей. Двух машин и мест – 14 миллиона рублей каждая. Нежилого помещения на Никольской улице – общая стоимость 185,7 миллиона рублей. Квартира в Хамовниках – общая стоимость 91 миллион рублей. Трех домов на Киевском шоссе – 18 миллионов рублей каждый. Бывшие супруги развелись весной прошлого года после 8 лет совместной жизни. Сейчас Мамаев выплачивает экс-жене алименты. Кстати, две недели назад футболист снова женился – на бывшей подруге Аланы Надежде Санько. Адвокат Евгений Еворский рассказал ЭГЭ, на что реально может претендовать Алана Мамаева. Шансов у Аланы Мамаевой на удовлетворение иска ровно 50 дробь 50. Почему? Законодательные правила раздела имущества при разводе закреплены в третьем разделе Семейного кодекса. Там сказано, что по умолчанию все имущества, что приобретено супругами в браке, общее делится поровну, независимо от того, на чье имя оно записано. Имущество является совместно нажитым. Также имущество делит 1 дробь 2 на 1 дробь 2, путем выделения доли в натуре, либо долевой раздел на каждый объект, который был записан на одного из супругов во время брака. Но, что касается покупки имущества на иных физических лиц или компанию, то в этом случае Алане нужно доказывать, что денежные средства были совместно нажитыми, на которые были куплены то или иное имущество. Например, родителям Павел сделал подарок. В дар. Это будет являться совместно нажитым только в том случае, если Алана действительно не знала и не была в курсе того, что он покупает на денежные средства, которые были ими обоими или одним из супругов заработаны во время брака. Не давала согласия у нотариуса, например. Нужно доказать тот факт, что денежные средства супруг потратил не на нужды семьи. Это очень важно. В суде нужно затребовать больше количества выписок по движению денежных средств по счетам. Это самое сложное. Если будет судом установлено, что денежные средства со счетов ее супруга на тот момент были переведены на счет другого физлица какого-то, то тогда, конечно же, она сможет доказать. Здесь целая цепочка. Если она докажет, что денежные средства с его личного счета, который являлся совместно нажитым, были направлены на счет другого физлица, например, папы или мамы, после чего, мама или папа на эти деньги купил имущество, либо просто взял и перевел деньги в банк, для того, чтобы рассчитаться по сделке, то это будет прямое доказательство, что он потратил совместно нажитые денежные средства не на нужды семьи. Как только Алана это докажет, с него будут взыскано половины стоимости объекта, причем суд будет устанавливать сумму на момент нынешней цены, считает адвокат Евгений Еворский. Между прочим, Алана Мамаева присутствовала на всех судебных процессах по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина. Павел Мамаев и до развода имел любовниц, и это фигурировало на процессе.